здравствуйте дорогие друзья гости подписчики моего канала я рада вас приветствовать и сегодня будет полезное видео как выполнить обвязку крючком по краю изделия например я уже обвязала проймы рукавов данной обвязкой и посмотрите какая аккуратная получилась планочка как будто обвязка выполнена спицами узором резинка один на один но это крючковое вязание у меня связан жилет крючком и теперь я обвязываю его края тоже крючком то же время несмотря на то что это обвязка выполнена крючком она эластичная то есть края немножко тянутся в то же время хорошо держит свою форму это двусторонняя планочка то есть у нее одинаковый узор с лицевой и изнанки и данной обвязкой можно обвязывать любые края то есть как пройму в круговую так я буду допустим на примере показывать как обвязать треугольный вырез горловины или допустим можно обвязать низ изделия вот с такими небольшими углами и так как обвязать треугольный вырез горловины для этого я беру ту же пряжу что я выполняла изделие такой же крючок вязала и крючком номер четыре и я здесь выполняю планочку 2 сантиметра шириной на 4 петли и для этого я набираю цепочку воздушных петель 4 воздушные петельки и начинаю вязать планку например где-то на спинке и набранную цепочку я присоединяю ну допустим здесь по центру спинки делаю завожу крючок за кромку и провязываю соединительный столбик далее поворачиваю работу как по часовой стрелке этот соединительный столбик у меня был вместо первой воздушной петли и теперь ввожу крючок четвертую петельку цепочки набраны и провязываю соединительный столбик 1 далее также провязываю 2 3 и 4 это можно сказать первый ряд планочки вновь поворачиваю работу то есть поворот всегда делаем по часовой стрелке планочка вяжется поворотными рядами делаю одну воздушную петлю подъема и вижу также соединительные столбики но теперь ввожу крючок за вторые полу петельки последнего ряда столбиков и провязываю соединительный столбик и 1 2 3 и 4 столбик то есть каждом ряду у нас должно быть 4 столбика 5 столбик он будет вместо первой воздушной петли подъема и также соединяющий столбик с основным полотном ввожу крючок от следующую петельку ряда получается следующую кромочную петлю и делаю соединительный столбик и поворачиваю работу вновь по часовой стрелочке далее следующий ряд также провязываю 4 соединительных столбика 2 3 и 4 вот видно уже сколько провязано рядов планочки и вновь поворачиваю работу с этой стороны делаем одну воздушную петлю подъема и вводя крючок за дальние полу петельки вяжем соединительные столбики 4 столбика также планочку можно вязать шире на 5 6 7 петелек то есть сколько вам нужно и в конце этого ряда соединительный столбик кромочную петельку следующую и все поворачиваем работу и так далее вяжу планочку до первого угла то есть сейчас я вижу как прямую планочку и причем я делаю соединительные столбик соединяю планку с основным вязанием так чтобы она у меня немножко как бы стягивала край вязания то есть как резинка если вы будете вязать планку допустим по низу изделию чтобы она у вас была более свободной то вы можете делать соединительные столбики с основным полотном чаще не так как я получается через ряд а допустим каждый ряд но я делаю через допустим один сантиметр следует если будете по кромочным ориентироваться можно через одну кромочную или в каждую кромочную тогда планочка будет немножко стянуто если по низу изделия можно вязать ее свободней и так дорогие друзья планку я почти довязала то самой нижней точке выреза треугольного выреза и сейчас буду показывать как оформлять именно вот этот вот уголок чтобы он эстетично смотрелся посмотрите сверху я вязала планочку прямыми обратными рядами здесь я не делала никаких оформлений углов так так как переход очень плавный а здесь угол острый и его необходимо вывязывать с помощью укороченных рядов вот теперь когда осталось буквально два ряда до самой нижней точки не связать я делаю так провязываю соединительный столбик из кромочной поворачиваю работу и следующий ряд вяжу не 4 а 3 соединительных столбиков то есть ряд вяжу на одну петельку меньше вновь поворачиваю работу делаю одну воздушную петлю подъема и эти три столбика провязываю в обратную сторону также вводя крючок за дальнюю петельку третий столбик и последний как бы укороченный ряд выполняю соединительный столбик перед самой нижней точкой вновь поворачиваю работу здесь воздушная петля не требуется и провязываю всего два столбика по ряду то есть еще на одну петельку меньше поворачиваю работу одна петля подъема и два столбика в обратном направлении и теперь провязываю соединительный столбик из самой нижней точки выреза я здесь буду провязывать так чтобы не растягивалась петелька нижняя и вот этот центральный ряд из самой нижней точки выреза будет на все петельки то есть на 4 столбика провязываю по последнему ряду два столбика далее 1 столбик спускаясь по петельке и еще один столбик до полного ряда вновь поворачиваю работу одна петля подъема и 4 столбика вниз также вводим крючок за дальние полупетельки и провязываю полный ряд столбиков для планки и далее выполняю соединительный столбик уже из второй половины выреза вновь поворачиваю работу и следующий ряд будет вновь не полным всего на две петельки 1 и 2 петелька поворачиваю работу 1 воздушная петля подъема 2 петли 2 столбика вижу в обратном направлении до края провязываю соединительный столбик из кромки поворачиваю работу следующий ряд здесь ненужную воздушная петля провязываю два столбика по последнему ряду и еще один столбик далее ну не доходим 4 столбика до центрального ряда который был вырезан из нижней точки поворачиваю работу 1 петля подъема и обратно 3 столбика третий столбик и следующий столбик соединительный из кромки вновь разворачиваю работу и следующий ряд вяжем уже 4 столбика 3 столбика по последнему ряду и четвертый вот который был связан из нижней точки поворачиваю работу поворачиваю работу и в обратном направлении уже вяжу полный ряд планочки 4 столбика 3 и 4 и так я провязала еще пару рядов планки и теперь уже могу показать какой получился треугольный вырез то есть он повторяет контуры связанного вырезаем с помощью укороченных рядов и так далее я буду продолжать вязать вязать планку на 4 столбика до начального как бы начало вязания этой планочки и в конце сделаю соединительный шов